здравствуйте с вами канал вкусный огород барнаул последние деньки лета и вот принято решение собрать все оставшиеся на грядке перцы что и было сделано погода портится моросит дождик ну делать нечего перцев уже осталось не так много и последние плоды были собраны по трем причинам во-первых уже собрано достаточное количество перцев осталось меньшая часть и перцев в принципе вполне хватает во вторых как уже упоминал портится погода и уже начинают перцы болеть похолодание идет и это тоже как бы подталкивает к тому что перчики собрать последние да и пора уже заканчивать сезон приводить грядки в порядок готовить их к следующему году все это уже тоже надо делать но и третья причина заключается в том что перцы довольно неплохо дозариваются в квартире не все правда поспели из оставшихся перцев спелые снимались периодически ну даже перцы в технической спелости в квартире неплохо дозариваются их с успехом можно использовать даже которые не покраснели окончательно они вполне пригодны для использования и вот кратко напомню как выращивались перцы в этом сезоне посев на рассаду был сделан 3 марта высадка в грунт произведена 24 мая под укрытие вот такой каркас на грядку был установлен на него вот это вот укрытие которое сейчас подстелено поскольку вот тут лужицы из-за дождика даже образовались чтобы сильно не пачкать перчики была сделана одна единственная подкормка в середине июня 26 июля начали краснеть первые плоды и их начали собирать собрана большая часть это уже последние перчики так что урожай перцев ну конечно может быть не рекордный но все-таки вполне приемлемый кроме того в середине августа часть перцев вот видно здесь пустые места на грядке были пересажены в тепличку для эксперимента это взрослые уже совершенно кусты но они там растут и надеюсь будут дальше плодоносить то есть свежие перчики еще будут постепенно поспевать ну а вот эти собранные перцы пойдут на заготовки ну и для текущих кухонных нужд ну кратко можно напомнить какие здесь остались перцы хоть об этом рассказывал вот это перец али баба этот ни с чем не спутаешь это перчик апельсин очень красивый очень вкусный ну а дальше перец купец это сорт леся очень красивые плоды сердечки дальше здесь остатки перца гладиатор это крупный желтый перец вырос довольно неплохо ну перцев выращиваю немного по два растения каждого сорта некоторых только побольше дальше остатки перца купец тоже неплохо поспели кроме того подарили мне друзья огородники вот такой интересный перец ну предположительно колобок сорт неизвестен очень похожи на помидор очень вкусный кстати сказать перец и плодов собрано немало вот такой круглый перец вот это перец рит самый крупный перец из всех моих сортов вот такие крупные плоды но к сожалению он практически поспевать только начал это не значит что плоды несъедобные их вполне можно использовать но немного он не доспел это видимо более поздний сорт и и последний сорт это турецкие змеи вот такие интересные красные перчики очень много их собрано они очень сладкие несмотря на такую форму и что интересно вот среди вот этих перцев стандартной формы выросло некоторое количество вот таких или по ошибке или какое-то перепыление ну как бы то ни было все перцы эти и довольно неплохие но одновременно собраны и все оставшиеся баклажаны баклажанов совсем немного их вполне хватает поскольку они большим спросом у нас не пользуются как бы то ни было все перцы растущие в открытом грунте с использованием временных укрытий собраны и можно подвести итог урожайности этого сезона ну в целом несмотря на то что перцами я доволен их вполне хватает урожай получился не очень хороший бывало перцы вырастали получше вот видно даже по кустикам хотя некоторые еще выглядят неплохо но в целом кустики не очень крупные плодов не очень много бывает и побольше ну тут уж поделать ничего нельзя не совсем удачная погода была в этом сезоне и перцем пришлось нелегко так что такой урожай который имеется я считаю это даже неплохо но самое главное что его вполне хватает вот такие вот сладкие перчики выросли в этом году что-то может быть оставлено семена но к сожалению постепенно происходит переопыление некоторые сорта теряют сортность придется их покупать в магазине снова кроме того собраны и последние жгучие перцы жгучих перчиков оставалось всего четыре кустика четыре куста пересажены в тепличку для эксперимента и вот эти перцы тоже срезал все здесь меньше половины оставшихся плодов из всех очень много красных снято использовано и вот эти плоды тоже принято решение снять что и сделано некоторые плоды тоже дозарятся но которые технической спелости они тоже вполне пригодны просто не такие сильно жгучие как красные ну как бы то ни было жгучие перцы показали себя я считаю в этом сезоне даже лучше чем сладкие они более неприхотливы и плодов выросло ориентируясь по прошлым сезонам ну вполне нормальное количество так что жгучим перчиком тоже большое спасибо ну и в связи с установкой теплиц некоторое количество перцев было для эксперимента высажена в виде больших взрослых плодоносящих кустов в теплицу ну практически середине августа некоторые кусты были высажены пораньше вот например кустик гладиатора он активно цветет завязывает плодики и вполне возможно еще даст некоторое количество плодов это конечно эксперимент поскольку плодов и так хватит вот это сорт алибаба тут довольно много плодов еще осталось перчик хорошо перенес пересадку пересаживал с комом грунта этот сорт турецкие змеи тут и было довольно много плодов не все обрывал при пересадке уже несколько красных снято зеленых наросло немало тоже надеюсь они поспеют ну и совсем уж поздновато пересадил все-таки сюда один перчик апельсин вот он даже начинает поспевать по моему один уже вот перчик апельсин здесь еще перец круглый типа колобок и перчик сорта купец надеюсь эти перцы еще продолжил плодоношение уже в тепличке раз теплица поставлена буду пробовать ее использовать вот тут правда люфа атаковала мои перцы надо ее срочно подвязать что и будет сейчас сделано но в другой тепличке чтобы не было переопыления высадил тоже для эксперимента еще три кустика жгучих перцев вот их только полил дым очень быстро пересыхает грунт надо порыхлить и вот эти перчики имеют уже вот такие плодики и надеюсь тоже будут еще поспевать некоторое время порастут еще и в тепличке цель этого эксперимента посмотреть как долго будут перцы расти в теплице вот как раз этой осенью можно будет посмотреть чтобы в дальнейшем удобнее было планировать выращивание перцев в теплице поскольку в следующем году перцы буду выращивать именно так вот таким образом выросли перцы в этом году ну и в конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать перчики в теплице и в открытом грунте получайте хороший урожай кушайте их с удовольствием плоды у перцев очень вкусные и полезные желаю всем хороших урожаев всего самого доброго до свидания